Странно, да? Да. Может, да? Лучший мрак. Чем ушла, чем темнее, тем хуже. Скажем так, бежен. Просто тень в голове. Будто бы и не было. Но она же глядет, так сомневаюсь. А вот она. Ну, не совсем короче. Дома, душа. Не дешевле. Только тень. Будто бы и не было. Все прошло. Будто бы и не было. В голове просто тень. Отдай, что вы раздевали. Я сказала, брось ее. Я клялась всеми святыми. А вот однажды утром, когда я сидела у окна и шила, она ворвалась ко мне. Вопила что-то типа «брось его» и что-то типа «он мой». И помню, что фотографии явно льстили. И увидев ее тогда впервые, полный рост, я поняла, почему он предпочел меня. Мы недолго пробыли вместе. Она уже закричала «брось эту суку, а от тебя пахнет полет». Я знал, что доказательств у нее никаких. Сказал, что не знаю, о чем она говорит. Господи, а чего вы тут говорите, а? Спросила я, продолжая шеветь. Барыш кто? Брус кого? Я по запаху чуев завопила она. От него несет сукой. Несмотря на то, что я натравила по его дом, по его следам и опасного сыщика, вы знаете, доказательств его вины так и не нашлось. Но нельзя также отрицать, что в постели он был столь уже усерден, как и раньше, и, зная его страсть к чистому аутонизму, я даже начинала подумать, может быть, я напрасно его обвиняю? Не знаю. На что тебе жаловаться? На что разве я кодеку тобой пренебрегал? Разве могли бы мы быть вместе и с болью? У меня был кто-нибудь другой. Людей ее всем сердцем, я не мог не жалеть ее. Испугавшись, что она прибегнет к насилию, я послала за Эрскину. И на прощание она, как может, засвидетельствовать Эрскин, если еще жив. И не забыл, разгуливая по миру, пуская, выпуская посетителей. Так вот, на прощание она высказала в том глухе, что он еще доберется для меня. Не скрою, что тогда меня это встревожило. Она мне не поверила. Тебя несет, сука. Сказала она, разве можно против такого возвратить? И тогда я отдал ее, и сказал, что я не могу жить без нее. И даже себя убедил, что я не могу. Слушайте, вы посудите сами, каково же было мое изумление, когда он однажды утром прокрался в мой бутуар. Вот так вот припал лицом к моему платью, и, как ни странно, во всем признался. Она отравила на меня детектива, но я поговорил с ним. Он был очень рад очередному зайку подкору. Я, когда начинал вспомнить о своей семейной жизни. Между вами теперь нет ничего. Между вами. Или есть. Признаюсь, первым моим чувством было изумление. Ну и самец. А скажи, откровенно, спросила он, за кого ты меня принимаешь? За механическое устройство? С ним, вероятно, нет опасности в паху, а что-то такое духовное. Ну тогда что же ты не уходишь? А иногда я думала, что он с ним из-за денег. Потом, между ними случилась цена. Она сказала, я не могу, чтобы вы вот так просто ко мне врывались домой и угрожали моей жизни. Если мне не веришь, спроси у Ярскина. Я сказал, она грозится лишить себя жизни. И тебя ли спросила она? Я сказал, нет, себя. И мы уже забавились, рассуждая об этом. А когда я обрадовалась, что все наконец закончилось, я предложила ему ответить наше примирение поездкой на Канары или на нашу милую ревьеру. А он сказал, он сказал, что он не может деловые обстоятельства. И она снова пришла. По пути забежала, вся мед облизывала губы. Он мне все рассказал, заявила она, кто он и что это за все. Я понимаю, как вам должно быть больно. Просто зашла сообщить, что никакого зла на вас не пешу. Я послала Зарвяцкина. Потом мне стало страшно. Если ты ее не брочишь, то я перелегу себе в горло, сказала она. У себя в сумочке она носила бритву. Иметь в виду, нельзя признаваться в дикторе. Ну, я признаюсь, да, когда я обрадовалась, что все закончилось, я немножко пошла позлоравствовать. Но я больше ничего не делала. Ну, потому что что он не мог найти? Обыкновенная потаскуха. А вот когда он пришел снова, мы набили ясность. Я была как неживая. А он все говорил и говорил. Почему надо было признаться? Слишком опасно. И все такое. Ну, и Лешке как глифвер. И еще у него прыщи, и нет шеи, и выпченное лицо. Я вообще не понимаю, что он не мог найти. И слушай, был похожий на крокодил. Когда я ее снова выглядел, у нее не было лица. Какой-то идиот стриг газон, шуров травы, потом тишина. Там опять шуров. Нужно было всего лишь сказать, что никакого... Возобновления интимных жизней не будет. Я был не в силах. Это можно было понять. А когда он не перестал приходить, я был так готова к этому. Более или менее. Знаете, прежде чем я что-либо вообще успела сделать, он просто исчез. Более или менее. Я просто душу. Так как-то. Более или менее. Он просто взял и ушел. Я просто душу не мог. Я просто душу не могу. Послушайте, Аля, мы же никогда не просыпались вместе. Мальским ушам. Но когда просыпаться будет, то станет. А потом на Ярик. Маленький Ярик! Я сижу на весла, за вы, на корме. Читайте женские журналы. У нас несут колеса. Такие мечты! Слушай, а может быть я уже заткотровилась? Да нет, с вами не хватит. Ну, может быть чуть-чуть, но совсем немножко. Неужели я настолько очевиден? Неужели. что я вернусь? Я вернусь. Я вернусь. Ну, может быть я тебе вновь летет. Всего я вернусь. Но скажут мне, realistically, что. Ну вот она, кто не верил, не верил. Я не могу. Однажды утром, когда я сидела у Англического, она сказала про Россию. Да?